Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Мы знаем, что последние времена быстро приближаются, и поэтому нам необходимо быть готовы. Нам также необходимо знать, как мы узнали на прошлом занятии и много раз до этого, что эти последние времена для верующих будут очень трудны. И очевидно, что мы говорим не о гневе Божьем. У нас есть обетование. Апостол Павел ясно говорит, что те, кто приняли Евангелие, верующие в Мессию, его ученики не испытают Божьего гнева. Но это не значит, что не будет сильных гонений в последние времена, перед тем, как произойдет наше блаженное упование, восхищение искупленных. Следовательно, нам необходимо быть готовыми. Мы несколько недель назад увидели, что Мессия две тысячи лет назад послал своих учеников, дав им власть, дав им силу против врага, производить восстановление, давать проявление Царства Божьего, с тем, чтобы привлекать людей к истине, чтобы они могли принять единственное послание спасения — Евангелие. И в этом процессе мы видим, что акцент был на последних времена. Мы на прошлой неделе закончили тем, что верные люди в последние времена, которые будут нести Евангелие пропавшим овцам Дома Израилева, они будут гонимы, они будут отвергаемы и будут переходить из одного города в другой. Но они не пройдут все общины Израиля, как вернется Сын Человеческий. И, следовательно, нам необходимо иметь правильную перспективу. И что это за правильная перспектива? Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 10 главу. Евангелие от Матфея, 10 глава. Посмотрите вместе со мной следующий стих, на котором мы закончили на прошлой неделе. Следующий стих, 24. И он говорит своим ученикам. Это всегда так, но это будет иметь дополнительное значение для учеников в последние времена. И это может означать вас и меня. Итак, Ешуа говорит здесь, в 24 стихе. Ученик не выше учителя и слуга. И слово слуга означает крепостной. Также можно перевести как раб. Речь идет об абсолютном подчинении Господу господствующих, царю-царей. Ученик признает Ешуа, Иисуса Христа, как господина своей жизни. Итак, он говорит, ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Далее посмотрите 25 стих. И там стоит слово «довольно» или «достаточно». И оно означает степень удовлетворения. Он говорит здесь о том, чего достаточно, чтобы удовлетворить нас. Это должно удовлетворить нас, должно быть достаточно, довольно для нас. Что о нас думают, как о слугах Мессии, Его ученика? Что через что прошел Он, прошли и мы. Писание ясно. Мессия говорит, ненавидели меня, будут ненавидеть и моих последователей. Гнали меня, будут гнать и моих последователей. Опять-таки, вас и меня. Итак, Мессия говорит здесь. В этом месте Писания, посмотрите 25 стих. Здесь сказано «довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его». И дальше он дает нам описание для понимания того, как мир будет смотреть на последователей Иешуа в последние времена. Заметьте, что он говорит в последней части 25 стиха. «Если хозяина или владельца дома назвали, мир назвал, они назвали его кем? Вильзевулом». Это еврейский термин от слов «баль», что значит «повелитель», и «зевув», что значит «му». И это разговорный термин для обозначения сатаны, дьявол. Мы видим, что за то, что Мессия делал добрые дела, люди назвали его Вильзевулом. Так они назвали его и говорили, что он получил власть, силу делать чудеса. И это были добрые дела, которые производили восстановление вещей Божьих. А они назвали его кем? Вильзевулом. Не тем ли более домашних его, членов его дома? Итак, о нас будут распускать плетни, против нас будут говорить, и нам необходимо понимать это. И вот ключевой момент – не позволить этим сплетням, таким словам, отвратить нас от следования за Мессией в послушании. Итак, нам следует ожидать этого, и мы видим все больше и больше противления вещам Божьим. И вот что важно понимать. Мы видим, что даже среди тех, кто как предполагается, часть тела Мессии, среди собрания искупленных, что мы называем церковью. Мы видим, как они обращаются против тех, кто верен Слову Божьему. Мы увидим, как говорит Павел, что придет отступление, то есть отпадение от того, что хорошо, что правильно, от правильной доктрины. Упадение в религию, которая не утверждена в Слове Божьем. Истину Писания. Поэтому тех, кто говорит «да» Слову Божьему, тех, кто не беспокоится о том, чтобы быть политкорректными, тех, кто не приспосабливается и не меняется под давлением мира, их будут называть Вильзевулом. О них будут думать как о тех, кто против истины, «когда в реальности мы те, кто отражает истину». Так что не удивляйтесь этим изменениям, и мы можем уже видеть начало этих изменений, и в ближайшем будущем все будет становиться только хуже. Давайте перейдем к следующему, 26 стиху. И вот снова место Писания, которое мы рассматриваем. Вспомните конец 23 стиха. Там сказано «Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». И это сказано о нашем блаженном уповании, когда Бог возьмет собрание искупленных из этого мира до того, как говорит Павел в послании к Фессалоникийцам 5, 9, до того, как гнев Божий падет на этот мир. Так что заметьте, что он говорит в этом, 26 стихе. Он говорит, «Итак, в свете всего этого он говорит, «Итак, не бойтесь их». И речь идет о личной встрече. «Итак, не бойтесь их». Говоря «не бойтесь», он имеет в виду «будьте верными». Он говорит, «Не обращайтесь вспять». Вот важная истина. Когда рассматриваем концепцию страха, то с точки зрения Писания мы видим, что в иврите есть два слова для обозначения страха. Одно из них – ира, что значит «страх Господен». Это когда Богу отдают приоритет. И когда мы отдаем приоритет Богу в своей жизни, мы будем возведены к делам Божьим, к его целям, к его желаниям, к его воле. Но когда мы боимся мира, мы тогда перестаем быть теми, кто признает приоритет Бога. И мы отдаем приоритет миру, желая соглашаться с ним. Когда мы будем бояться принадлежащих миру, мы отвратимся от истины Божьей. Итак, взгляните на это местописание, 26 стих. Он говорит, «Итак, в свете того, что мы изучили, и так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного». Буквально ничего, что было сокрыто. И поймите, что-то. Антихрист, как и его руководитель, Сатана, отец лжи, искажений. Он будет скрывать истину. Но поймите, что придет время, когда то, что было скрыто, что сказано здесь? «Ибо нет ничего сокровенного». Оно не будет что? Оно не будет сокрыто всегда. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Не будет ли оно узнано? Будет. Так что приходит время откровения. Когда Бог, и вот ключевой момент, когда Бог будет судить этот мир, Он приведет все в порядок, восстановит все, как мы говорим на иврите, «тикун алам» – отремонтирует мир. И одна из важных частей этого восстановления – истина. Будет открыто то, что правильно, и будет осуждение. Суд над тем, что неправедно, что в конфликте со Словом Божьим. Так что только потому, что что-то сокрыто, имеет место обман, обольщение. Мы знаем, что будут лжеучителя, лжепророки в последние времена, и они выйдут, как говорит Иоанн, «они выйдут от нас». И это в контексте работы Антихриста. Они выйдут от нас, потому что не были частью нас. Так что ожидайте таких вещей. Важно, чтобы мы понимали, что будет происходить. Теперь посмотрите 27 стих. «Что говорю вам?» И опять говорит Ешуа. «Что говорю вам в темноте?» О чем, как вы думаете, он говорит здесь? «Что говорю вам в темноте?» Молитва – это не только когда вы открываете свои желания перед Богом, но молитва – это также время, когда вы слушаете Бога, слышите Его, понимаете через откровение волю Божью. И вот что говорит Писание. Читаем внимательно. «Что говорю вам в темноте?» И это повеление. «Говорите при свете». Что это значит «при свете»? Днем. Так что мы, молясь в течение ночи, делаем то же, что и делал Ешуа. Он сам находил тихое место и молился там всю ночь. Мы об этом говорили. Нам надо следовать этому примеру. Ночь – она не только для сна, не для просмотра телевидения и досуга, но мы делаем акцент на молитве. Мы видим, как Бог наставляет нас, учит нас, открывает нам истины, и мы призваны открывать их в свете, то есть посреди дня. Мы не хотим ничего скрывать. Для нас главное – истина и ее провозглашение. Итак, еще раз 27 стих. «Что говорю вам в темноте?» «Говорите при свете». И что на ухо слышите? «Проповедуйте на Кругле». Так что, опять-таки, речь о провозглашении чего-то. Не быть робким, не молчать, никому не позволять удержать нас от провозглашения истины. Мы призваны говорить то, чему Бог учит нас, что Он открывает нам, чтобы нам быть источником откровения, с сосудами света, чтобы вести войну против тьмы, которая приходит в этот мир. Это важная инструкция для верующих, когда, в последние времена. Нам необходимо это понимать, молиться, готовясь к этому времени служения. И я верю, что мы очень уникальным образом приближаемся к этим временам. Нам необходимо быть готовыми. Переходим к 28 стиху. И снова Он говорит, «Не бойтесь убивающих тела». Души же, запомните это слово «же», оно подчеркивает контраст. «И не бойтесь убивающих тела». Почему так? Потому что многие верующие будут преданы смерти. Но нам надо иметь правильное умонастроение, знать истину, размышлять над этим, понимать это. Это-то Он и дает нам. 28 стих. «И не бойтесь». И тут стоит личное местоимение. «Вы». «И вы не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь того, и имеется в виду, конечно, Бог, кто может и душу, и тело погубить». То есть разрушить. Где? В аду, в гиене. Так что Бог говорит совершенно ясно, «Не будьте теми, кто беспокоится о смерти тела». Почему? Потому что мы верим в воскресенье. И опять-таки, проходя этот раздел, мы снова и снова видим контекст того, что верующих будут убивать, ненавидеть, гнать, распускать о них сплетни и подобное. И Он говорит несколько раз. Он говорит, «Вы не бойтесь». «А делайте что?» «Говорите истину». Поймите, что придет время откровения. Бог сделает известным, что правильно и что неправильно. Речь идет о царственном восстановлении. Так что мы не боимся того, что будет с нашим телом. Мессия хочет дать нам еще больше ободрения. Почему нам не следует бояться? Продолжим. Посмотрите следующий, 29 стих. Он задает вопрос, «Не две ли малые птицы?» «Две малые птицы продаются за осарий». «Не две ли малые птицы продаются за осарий?» И, говорит он, «И ни одна из них не упадет на землю без или вне воли Отца вашего». Что значит, что что бы ни произошло, Бог или допускает это, или Он – причина этого. Но будьте уверены, что Он знает. Ему известно, и ничто не удивляет Его. И что бы ни произошло, если Он это допустил, Он это использует. Ему известна ценность малой птицы. И заметьте, что Он говорит. «Две, даже не одна, а две птицы продаются за самую мелкую монету». Так что одна практически не имеет никакой ценности. Но наш Небесный Отец знает о каждой из них. Они не умрут без Его ведома. Далее Он говорит. Продолжаем читать. 29 стих, вторая половина. «И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». 30 стих. «У вас же», Он говорит, «у вас же и волосы на голове все сочтены». Представьте себе. Он говорит, что касается каждого человеческого существа. «Бог знает о нас все, вплоть до волос на голове. Все они сочтены». Он близко осведомлен о каждом аспекте моей жизни. Что происходит? Что происходит со мной? Что другие замышляют против меня? Он это знает. И вот еще одна важная истина, о которой нам надо помнить. Посмотрите 31 стих. «Не бойтесь же», в результате этого. «Не бойтесь же, не страшитесь». Почему? Потому что Он говорит, «Вы лучше многих малых птиц». Здесь слово «нести», «приносить». И вот что Он говорит, «Мы несем больше ценностей, чем малая птица». Ведь если Он знает все о воробье, о малой, очень недорогой птице, то насколько больше о нас? Так что не бойтесь. Почему? Бог со мной. Откуда я знаю, что Бог со мной? Потому что у меня отношение завета с Ним. И что еще? Мое главное желание – быть Его слугой. Ходить Его путями, исполнять Его цели. В этом суть страха Господня. Так что мы читаем, что Бог знает, что мы намного ценнее малой птицы. Теперь посмотрите 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Не чудесно ли? «Всякий, кто исповедует Его». Это-то нам и необходимо делать. Быть людьми, которые исповедовали Его, которые приняли Его Ангелие и готовы исповедать Его. Почему Он это говорит? Потому что придет время, и во многих странах это уже так. Как опасно быть последователем Мессии, исповедовать Его, то есть говорить «Я принадлежу Ему», «Я в отношениях завета с Ним». Но поймите следующее. Когда ваша вера, публичная вера, когда вы готовы за свою веру страдать, насколько драгоценна эта вера. И здесь Он дает нам обетование. «Всякий, кто исповедует Его публично перед людьми», заметьте, что Он говорит, «Того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». Но обратите внимание на предупреждение, 33 стих. «А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Так что мы должны быть людьми, говорящими истину, живущими по вере и смело провозглашающими, что мы последователи Мессии, Ешуа. Прежде чем мы закончим, я хочу рассмотреть еще один важный момент. То, что мы читаем здесь, противоречит тому, что некоторые люди говорят о верующих. Есть такое утверждение сегодня, оно не новое, но говорит о Триумфальной Церкви. Вот что я имею в виду. Я тоже верю в Триумфальную Церковь, но вот ключевой момент. Я верю в нее по причине Воскресения. Наша победа, наш триумф в том, чтобы положить нашу жизнь за нашу веру. И это не наше поражение. Это будет славный знак чести, во время Воскресения. Так что нам не надо беспокоиться о том, что мы потеряем свою жизнь. На самом деле мы призваны жить жертвенной жизнью, будучи готовыми положить свою жизнь за веру. И вот проблема. Сегодня есть люди, которые учат, что Церковь будет триумфальной. И что они имеют в виду? Что они, что Церковь обратит мир? Что мы будем успешными? Мы увидим, как народ за народом обращаются к Мессии. Что они станут верующими народами. Но вот проблема. Пророчество. Мы этого не видим. Мысль-то хорошая. Но вот опасность. Мы можем быть в чем-то уверенными. Но какова пророческая истина? Она такова. Она гласит. Пророк Захария говорит нам, что все народы мира обратятся против Израиля в последние времена. Они пойдут против Израиля войной, будучи против еврейского народа и его права на эту землю. И кто будет возглавлять их в этом? Надеюсь, вы знаете ответ. Это будет Антихрист. Каждый народ. И это говорит нам о том, что народы не будут приведены к вере. Значит ли это, что нам не надо и пытаться? Вот ключевой момент. Нас интересует человек лично. Факт в том, что все народы мира обратятся против Бога и атакуют его народ завета. Евреев атакуют Иерусалим, его город. Я вот недавно слушал одного человека. Он учил. И учил неправильно о том, что церковь заменила Израиль, что народ за народом. Мы будем триумфальными. Мы увидим, как народ за народом приходит к вере. Но вот проблема. Его убеждение не основывается ни на каком пророчестве. Он отрицает, что пророчества относятся к будущему, говоря, что все это в прошлом, что все пророчества исполнились. Нет, это не так. Мы видим в них, что народы все обратятся против целей Божьей. И они будут воевать против Израиля, против еврейского народа. И они будут сражаться за Иерусалим. И что мы знаем? Мессия вернется. Он победит эту армию, эту коалицию армии мира. Но это не значит, что мы теперь говорим, ну, раз нельзя приобрести народ, ничего не будем делать. Конечно, нет. Потому что мы призваны спасать не народы. Мы призваны спасать индивидуальные души, нести Евангелие одному человеку за один раз. Бог есть Бог верного остатка. Вот такая точка зрения у того человека, и столь многие увлекаются этим лжеучением. Понимаете, не будет никакого великого пробуждения в последние времена. Нигде в Писании мы этого не видим, а видим следующее. Будет остаток тех, кто пришел к вере из каждого народа, племени, языка, каждой страны. Вот кому мы призваны проповедовать. Мы не знаем, кто войдет в этот верный список, остаток. А потому говорим всем людям во всех странах. Но поймите, что народы не придут к вере. Мы не увидим обращения в веру правительств. Мы не увидим, чтобы академические учреждения стали оплотами веры. Хотелось бы. Но не это открывает нам Слово Божье в пророчество. Нет, времена будут трудными. И мы будем призваны делать что? Именно то, что говорит Писание. Взять свой крест и следовать за Мессией. Антихрист, и это сказано в книге Откровения, дважды будет нести войну со святыми и победит нас. Но это ничего. Как смерть Мессии на кресте не нанесла ему поражения, так если и мы встретим физическую смерть, если кто-то убьет наше тело, то что ж, нас интересует душа и новое тело. Об этом говорит евангельское послание. Наши души будут искуплены, и в надлежащее время мы обретем новое тело. И какова природа этого нового тела? Это тело совершенно созданное для Царства Божьего. Так что давайте иметь правильную перспективу на то, что будет происходить в последние времена. Что ж, до встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.